Здравствуйте, с вами Александр на канале финансовая независимость. Инвестирую уже больше 20 лет, пару лет назад стал финансово независимым с помощью как раз таки инвестиций. Этот выпуск создан по мотивам некоторых экспертных высказываний и затрагивает перспективу фондового рынка. Проясняет ее. И американского, и конечно российского. Коснусь перспективы и расскажу, что буду делать. Поехали. Вот такое вот высказывание недавно я прочел от Банков Америка. Эпоха легких денег закончилась. В ближайшие годы акции и облигации уступят место товарам и деньгам, а реальные активы заменят различные финансовые активы. Если перевести эти слова на простой понятный язык, то на фондовом рынке в ближайшие годы существенный рост не просматривается. Доходность уменьшится. Все очень неплохо поросло на количественных смягчениях и на ковидных деньгах. Теперь пришло время расплачиваться за этот рост. Еще более категоричен Джейми Даймон, глава Дж.П. Морган. Он прогнозирует конкретный финансовый кризис во всем мире. Естественно, это коснется и России. Есть еще несколько авторитетных высказываний на тему дальнейшей судьбы мировой экономики и фондовых рынков. Они в разной степени апокалиптичны, но меня мало интересуют яркие эмоции и неподкрепленные логикой заявлений от армагеддонщиков. Поэтому я вникаю в обоснование этих вот подобных заявлений. Так вот, как правило, в обоснованиях различных негативных прогнозов много общего. Прежде всего, это сложная ситуация с инфляцией, которая остается на плохих уровнях и не торопится снижаться. Второе, о чем говорят, это снижение цен на энергоносители под давлением общемировой рецессии. А вот это может очень неслабо задеть Россию, и бюджет сложно будет наполнять при падении спроса и цен на нефть, и экономика под таким давлением не сможет развиваться, и курсы валют в рублях нас не порадуют. Однако, для всего мира еще хуже будет, если цены на нефть, наоборот, начнут расти. При этом инфляция усилится, ФРС продолжит поднимать процентную ставку. Это больно ударит по обслуживанию кредитов, по бизнесам и по фондовому рынку. При этом Россия вряд ли сможет насладиться высокими ценами на нефть, так как при описанном раскладе на черное золото, скорее всего, упадет спрос. И Россия пострадает через дружественные внешние торговые связи, на них в этом случае распространится общий упадок. Уже сейчас Джейми Даймон из Дж.П.Морган, тот самый, о котором я уже сегодня упоминал, предрекает продолжение роста ставки ФРС и начала нового банковского кризиса в США. Уже сейчас виден заметный рост доходности десятилетних казначейских облигаций США. Это плохой знак, естественно. График роста доходности десятилеток у вас сейчас на экране. Многие из вас помнят, и по моим выпускам в том числе, что при заметном росте доходности этих бумаг, американские фондовые индексы имеют тенденцию к снижению. Уже было как минимум несколько подобных заходов. Станет ли это началом мощной коррекции, пока непонятно. Но предпосылок для этого уже хватает. Если ужесточение денежно-кредитной политики ФРС останется неотвратимым, инфляция высокая, а экономика перестанет расти, то настроения на фондовых рынках могут измениться очень заметно и быстро. Далее. Российский рынок. Ну, тут на самом деле еще интереснее. На пятилетнем графике, очевидно, уже довольно сильное торможение роста. Причин у такой динамики множество. Тут вам и сложная бюджетная ситуация, и напряжение на валютном рынке, и так далее. И довольно однобокий рост российской экономики, который еще скажется негативным образом в будущем. Тем не менее, некоторая неопределенность, напряженность вполне может быть снята в течение нескольких месяцев. Конечно же, все ждут ухода геополитических рисков. Но это не прогнозируется. А снятие некоторой неопределенности – это своего рода позитив. Но проблема может оказаться в том, что до снятия некоторых рисков негатива может и прибавиться. Так что вполне можем увидеть и возобновление распродажи акций. Особенно если финансовым властям удастся таки справиться с курсом доллара и опустить его, например, ближе к 90 рублям. Ведь не секрет, что многомесячный рост российского фондового рынка в рублях был обусловлен в основном ростом доллара в тех же рублях. Вот. Ну а я, пожалуй, буду радоваться этой вот распродаже, если она случится. Покупать хорошие инвестиционные активы дешевле – это всегда радость. Потенциал роста раскроется у них потом в долгосроке. Именно такие вот покупки подешевевших активов и приближают достижение ваших инвестиционных целей во времени. Так что ответ на вопрос, что делать, точнее, что я буду делать, прозвучит так. Буду покупать инвестиционные активы регулярно, спокойно, размеренно и осторожно, правильно учитывать риски, грамотно балансировать портфель по классам активов. Никаких истерик, метаний и перебываний у меня не будет и никогда не было. Именно так я инвестирую уже третий десяток лет. Успех очевиден, финансовая независимость достигнута и есть предпосылки уйти в область финансовой свободы. Хватило бы здоровья. А за инвестирование я сильно не переживаю, так как уже учел большинство различных сценариев развития фондового будущего. Я уже прошел несколько фондовых кризисов и следующий пройду грамотно и эффективно, есть в этом уверенность. Ну а на сегодня это все. Успехов финансовой независимости. Да и пребудет с вами сила сложного процента. Продолжение следует...